Во-первых, очень рады видеть вас в Юрмале, и в Юрмале-то вы давно на конкурсе. Да, замечательно, что мы имеем возможность посещать этот конкурс, и что этот конкурс существует, и очень надеемся, что это на радость всем, всем. Думаю, что очень многие хотели побывать на этом конкурсе и посмотреть, как рождается новое искусство. Именно, Ингид, не очень хочется задавать грустный вопрос, но придется. Мы знаем, что в Витарган-клубе должно было состояться выступление Иосифа Давыдовича Кобзона. Как вы прокомментируете вот эту всю ситуацию? Это наш очень близкий друг Иосиф Давыдович. Так же, как, я думаю, десятки, да нет, сотни тысяч людей он за свою жизнь очень многим сделал. Громаднейшие подарки своим присутствием. То, что произошло на днях, это, безусловно, огорчительно, бесконечно. И, естественно, мне кажется, что это ошибочно, и думаю, что эта ошибка будет исправлена. Не может быть иначе. Тот человек, который служит только тому, чтобы нам было всем лучше, он не может никуда, ни от кого зависеть и исчезнуть. Он обязательно будет, безусловно. Поэтому, единственное, что остается на сегодняшний день, еще раз его поблагодарить, сказать, Иосиф Давыдович, мы с вами точно так же, как и сотни людей, которые тоже хотят только одного – добра. Посетят ли ваш сын и ваша невестка новую волну? Ах, у нас тема замечательная. Я думаю, что не посетят, потому что Максим сейчас очень занят на съемках. Очень занят. А где он снимается сейчас? Он снимается в Москве и в разных городах. И причем это не один сценарий, а несколько сценариев. Поэтому он мотается, как угорелый. Ксюша занимается своим делом, которым она всегда занимается. Ее увлекает эта профессия, политика. И она это делает бесконечно мудро. Молочак. Мы очень рады. Они прекрасно себя чувствуют, прекрасно общаются с родными и близкими. Так что будем надеяться, что все будет хорошо. При такой загруженности на внуков-то время останется, чтобы порадовать вас? В количестве внуков, которые у меня уже два правнука. Так что я очень надеюсь, что жизнь моя будет продолжаться очень долго.